Накануне Международного женского дня состоялось торжественное собрание руководителей севастопольских учреждений образования. В холле Дворца детского и юношеского творчества женщин-педагогов встречал струнный оркестр, а в зале каждый входящий дарили розы и шоколад. Севастопольских учителей приветствовал руководитель города Алексей Чалый. Я как нормальный мужчина неевросоюзовского происхождения считаю женщину такой же ценностью, как и ребенка и родину. И в этот день хочу поздравить вас, пожелать прежде всего здоровья вашим детям, вам. Ну и в такие дни не обойтись без, может быть, более развернутых комментариев. Вы все еще и педагоги. Профессия педагога и роль женщины во многом имеет много общего, поскольку связана с воспитанием детей. Я знаю, что на протяжении многих последних лет исполнение вашего долга, особенно тем, кто преподавал гуманитарные дисциплины, было, скажем так, затруднено. Но, похоже, это темное время в нашей истории заканчивается, и более никакие чиновники не будут навязывать вам то, чего не должны навязывать. И будете в полной мере выполнять то, что положено по вашей профессии, нести в души наших детей светлую правду. Их воспитывать таким образом, чтобы они стали продолжательными делом нашего народа, а не понятно кем. Я уверен, что вы это сделаете. Спасибо большое. В своей жизни первое слово ребенок говорит «мама». И в этом зале сидят самые лучшие женщины, с которыми мне счастливо работать и огордайте. Вы мамы не только для своих детей, но и для детей в каждом вашем учреждении. Потому я хочу сказать, что на сегодняшний день образование города Севастополя может гордиться именно вами. За многолетний добросовестный труд звания заслуженного работника образования присвоено Евгении Кругловой. Педагог с огромным стажем, самый первый директор школы номер 61, Леонора Жеребицкая, награждена медалью Василия Александровича Сухомлинского. После торжественной части для учителей выступили творческие коллективы Севастопольского дворца детского и юношеского творчества. Продолжение следует...